Мы с того года перестали платить за квартиру, и в суде уже заявится, как это, от имени живого человека. Сам Владивостока бывший военный, внутренние войска. А, росгвардейец бывший? Ну, не знаю, росгвардейец, для меня это уже как бы звучит, это как оскорбление. Гордись, что был росгвардейцем и осознал себя живым. Своим сослуживцем начинают чего-то объяснять, рассказывать, они вот не хотят меня слушать, не хотят меня понимать. Я говорю, ты радуйся, я говорю, жена великого человека, мужчины, ни в истории, ни в лептописях, еще такого не было. Передоверие по принуждению, если ты напишешь, тогда это не будет, это, с доброй волей. Я заявил, что я утерял паспорт. Паспорт является переводным векселем, обязан оплатить любые счета, которые тебе выставят. Может, как это творец не дает. Тут ты им эту схему ломаешь. Уже жену привучил, там уже начинаем по вечерам. Если он живой воробей, то он живой воробей. Ты его только поймать можешь. Он как был вольным, так и останется. Между нами и Богом нет посредников, все так же суверентов. Ну а зачем вы сами себя ограждаете в правах и свободах на определенной территории? Ты родился во Вселенной. Почему ты себя гражданином Вселенной не заявляешь? Начали вот это все дело делать, да, и в итоге сейчас начали понимать, что... Мужчина и женщина, они не выше и не ниже, они вне законов. Так, родился мальчик, значит мальчик. Родилась девочка, значит девочка. Ёлка, она и есть ёлка. Вот тогда ты созреешь, а сейчас ты не готов. Девочка, девушка, женщина, да? Это для нее оскорбительно. Я говорю, нету девушки такого понятия. Есть. А вот что такое очка, девочка? Девочка смотрит глазами. Когда девочка начинает слышать ушами, так почему девочка становится девушкой? Она через уши начинает принимать информацию. Лучше один раз увидеть, чем кто раз услышит. Алло. Слушаю. Антон. Слушаю. Здравия. Меня зовут Сергей. Есть время? Ну, я слушаю. А? Я вот слушал. В Владивостоке что-то здесь какая-то плохая. Сам с Владивостока бывший военный, ну, бывший военный, внутренне войска заканчивал службу. Дочнее, меня уволили. Как бы это пошло против. Тема. Может быть, слышал такое? Собачий консерв, моем Матвеев. В 2011 году это было. Ну, суть не в этом. Я просто сейчас тоже вот с того года, ну, сговоря месяца, как барановирус начал изучать все это дело. И, короче, пришел к тому, что вообще, короче, кошмар. Я вот хотел бы узнать такой момент, как живой человек может от имени персоны, ну, там, как говорится, доверенность там выдать на другую персону. Вот ситуация такая. У меня, ну, как бы на жену квартира оформлена, ну, как бы я там даже не прописан. Она вот это все, как бы, может быть, чуть-чуть понимает, но она говорит, я, говорит, так теперь говорить не могу, я, говорит, в это лезть даже не буду. Ну, мы с того года перестали платить за квартиру. Она говорит, вот выписан на меня доверенность, и там представляю интересы в суде. Я вот что подумал, если персона ее выпишет на мою персону, доверенность, да, и в суде уже заявится, как это, от имени живого человека. Можно. Такой вариант есть, можно, да? Да. Потом вопрос еще такой, вот Леонид, ну, мне понравилось тоже, вот он рассказывает, Цепелев, по-моему, да, в Нижегородской области. Подожди, подожди, единственная подсказка, когда у нотариуса будешь расписываться, пиши имя, отчество, фамилия с большой буквы, остальные маленькие. Ну, как физическое лицо, да? Ты дослушай сначала. Ага. Ты пойми, мне по 40 звонков это... Я понял, извини, 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 хорошо. Начиная разъяснять, постоянно перебивает, но уже сил не хватает. Ага. Ты дослушай сначала, или паузу поймай хотя бы. Короче, у нотариуса с большой буквы и имя, отчество, фамилия, только вот в таком порядке, и желательно красной ручкой. В крайнем случае фиолетовой. Ага. Так, переспросить, с большой буквы, как в паспорте, правильно понял? Я тебе не говорил ничего про паспорт. Я тебе сказал, первая буква большая, остальные маленькие. А, ну как понял, как свидетельство о рождении? Свидетельство о рождении у всех по-разному написано. Причем тут свидетельство о рождении? Первое, как согласно русского языка, да? Большая заглавная и прописная, правильно? Да. Никогда не ссылайся на чужие какие-либо документы. Какая разница? У тебя один вариант написан, у другого другого. Да, я думаю, у всех вроде одинаково. Много смотрел. Ты думаешь, а не проверяешь. А я проверяю сначала, а потом думаю. Нет, я стараюсь тоже все перепроверять. Я прежде чем, как бы, я стараюсь, да, я как бы... Проверяй сначала, а потом говори. Так, я понял. А если добавить еще в V.C, и потом роспись вот этот... Ну, тогда могут вообще аннулировать эту доверенность. То есть они знают нотариус об этом, да? Ну, может, нотариус ничего не скажет, потому что ему выгодно, чтобы ты денежку заплатил. А вот судеб могут вообще проигнорировать. Потому что передоверие по принуждению, если ты напишешь, тогда это не будет, это, в доброй воле. Там ситуация такая, вот, ну, даже вот еще один такой момент. У меня знакомый живет на Сахалине. У него квартира. Он там как бы... Сирот... Не то, что сирота, у него родители. Там мама умерла, отец там бросил. Получается, осталась квартира. У него две сестры. И вот они в итоге там решили кинуть. Одна с одной сюда договорилась. Потом в итоге они там что-то разругались там, непонятно. Короче, там был вроде как суд, и он как бы в наследство официально там не вступил. Поэтому вот он мне предложил такой вариант. А дело в том, что с сентября месяца, да, я заявил, что я утерял паспорт. И вот до сих пор я его не получил. Вот уже с сентября месяца сколько, я хожу без паспорта, да. Дело в том, что еще есть такой проект просвещения. И вот как человек с гражданством СССР, Тимур Евгеньевич Томановый, вот, пошел туда. Потому что много информации, и много людей, не знаю, там, будет, знаешь, не понимают, куда, чего. Вот, может быть, я то же самое. Но дело в том, что у нас выписали мы афидевиты, как человек с гражданством СССР, да. Но я понимаю, что человек это как бы абстракция, да. Гражданин это тоже как бы огражденный в правах. Ну, а если все вместе, ну, теоретически мы как бы и родились в Советском Союзе. Юридически он тоже действует, ну, в правовом статусе, как Советский Союз. Правильно? Сомневаюсь. Вот я думаю, с этим паспортом мне вот понравилось. Леонид, по-моему, Цепелев, да, вот он рассказывал, что он пошел, заявил, что он якобы проснулся и не нашел этого паспорта. Снялся с регистрационного учета. Вот если мы снимаемся с регистрационного учета, то есть теоретически мы как бы ничего не нарушаем, правильно? Потому что там 50 какой-то, 232, по-моему, закон, да, гласит, что без регистрации не имеют права тебя ограничиться. Вот мне зачем это все рассказываешь? 751 приказ, 673, по-моему, с этого года. Поэтому даже вот не знаю, какие-то внутренний голос, как будто, как говорится, творец не дает, чтобы пока идти. А, я знаю, почему не дает. Почему? Ты знаешь, что такое надпись без оборота на меня? Да, знаю, эндосаммитная надпись, да? Ну. А что он означает, знаешь? Ну, что с наших родовых счетов, там, если мы не даем список, как говорится. Правильно, думаю? Я ничего не понял, что ты сказал. Ну, у нас, как бы, есть родовые счета, правильно? И когда мы Российской Федерации в доверительном управлении передали наше все это имущество, они пользуются этим моментом. То есть, любая наша... Вот, письмо, роспись, да? Неправильно ты понимаешь. Неправильно? Ну, поясни тогда, пожалуйста. Ты называешь только одну маленькую часть всего. Ну, она, пожалуйста. Я замечаю, что паспорт является переводным векселем. Если ты там любую роспись, любую закорючку ставишь, вообще любую, и в форме 1П, то ты по письменному требованию вот этих представителей, пиканов, обязана платить любые счета, которые тебе выставят. А когда ты пишешь на любом документе, который не выставляют, без оборота на меня, то ты им эту всю схему ломаешь. По вот этому переводному векселю под названием «Паспорт» после твоей надписи «Без оборота на меня» начинает отвечать тот, кто другой расписался. А другой там расписался неизвестно кто, но, в общем, юридическое лицо. Ну, от Российской Федерации, получается, правильно? Нет, ОМВД. Ну, они же представители этой Российской Федерации. Не факт. Не факт. Ну, а я знаю, что это как бы коммерческая структура, все они вот эти определения, они отдельно друг от друга действуют. Ладно, я понял, индосаментная запись. А вот еще канал вот этот, который товарищ Сталин, да, документы вот он там выложил, да, по такому... Ну, ситуация такая, что уходишь в магазин, у нас здесь сеть магазинов время есть, да, они не отоваривают. Там вызываешь полицию, полиция не приезжает даже. Они, точнее, один раз приезжали, они сейчас уже не приезжают, ну, слышат. Они говорят, фамилия, имя, отчество. Я говорю, у меня нету, как бы, у меня имя там просто называемое. Ну, не в плане живых, рожденных живые, да, а просто, как бы, я, ну, заявлялся, что я, как бы, как человек. Но я не понимал сначала, да, оказывается, человек, вот этот Леонид Равказал, что это просто абстракция, да, получается. Может быть, и женщина, и мужчина, и гемофродит, там, и еще неизвестные, роботы какие-нибудь, это же тоже, как бы, человеки, да, они считаются. Поэтому там вот такой еще момент, вот существуют они различные реестры, да, трасты, и вот это живые, живорожденные, говорят, это там четвертый рейх. Что об этом слышал, знаешь? Чтобы не загнали никуда, в другое место. Не слышал об этом ничего. Ну, то есть, про этот момент ты не слышал, да, что якобы живые, живорожденные по морскому праву, это тоже, как очередной трасс какой-то, хотят загнать. Да какой трасс? Как ты можешь воробья загнать в какой-то трасс? Если он живой воробей, то он живой воробей. Ты его только поймать можешь. Ну, в реестре какие-то, может быть. Ну, в реестре еще, что он, он это, начнет тебе платить, что-то зернышки тебе приносить, спалить. Ну, как был вольным, так и останется. Ну, опять же, вот это все началось очень давно, правильно? Ну, вот этот весь обман, это... Давай по делу. Это... Вопросы. Ну, вот я как бы задал вот три вопроса, но, в принципе, услышал про это, ты не знаешь, про то, что можно сделать. Ну, и в суде заявляться правильно, там, вот, перед входом в суд, уточни, да, необходимо спросить. Я здесь нахожусь в качестве по приглашению, правильно? Сохранение всех прав и свобод. Потому что слушателям нельзя себя заявлять, правильно? Посмотри мое видео предыдущие, я там все это рассказываю. Какое там конкретно? Я потому что смотрел. Я заметил, что больше 30 видео заснял, как... Ну, я уже штук 15, наверное, посмотрел. Ну, 15. А я штук 30, я не помню. Я каждый день монтирую по одному, как минимум. Да нет, я понял, я уже жену приучил, там уже начинаем, по вечерам, он говорит, что за это, что за это ты там начинаешь. Я говорю, давай, вот, человек рассказывает, все нормально рассказывает, давай, вникай. Я не хочу пока, я ничего не понимаю. А ты чего, где служил-то, в полиции, что ли, или где? Ну, типа того, можно сказать, внутренние войска. Сейчас это Росгвардия называется. А, Росгвардия бывший. Ну, я как бы тыловик. Я заканчивал Нижегородское высшее военное училище тыла в 99-м году. Потом по распределению попал в город Хабаровск, там служил. Потом я на повышение в 2008 году, когда вот саммит начался, экономически сюда сформировали бригаду. Здесь проходил службу. И в 1-м году там... Подожди, это все лишнее. Не, ну я вкратце как бы объясняю. Ну, вкратце, вы гвардеев бывший, все. Ну, не знаю, Росгвардеец, для меня это уже как бы звучит, это как оскорбление. Ну, я понимаю, что я там находился. Не видел, что происходил. Гордись, что был Росгвардийцем и осознал себя живым. Да, не вернулся, что творил, да? Гордись этим. Вон, видел про Анатолия это? Да, да, видел, видел. Ну, дело в том, что я со своим сослуживцем начинаю чего-то объяснять, рассказывать. Они вот не хотят меня слушать, не хотят меня понимать. Ну, то есть сознание у них не созрело, и вообще не... Алло, ты сам сначала научись слушать. Я тебе пытался про Анатолия что-то сказать. Ты меня... А, нет, я думал, ты уже сказал, я просто это... Все, слушаю. У Анатолия жена что-то загрустила. Ну, там, это, смайлики, это, отрицательные, ну, обратные скобки начала присылать. Я говорю, а что ты грустишь-то? Я говорю, ты радуйся. У тебя, это, да, я говорю, жена великого человека, мужчины. Говорю, такого еще никогда не было ни с кем и никогда. Я говорю, первое, единственное. Радуйся, говорю. Ни в истории, ни в лептописях еще такого не было. Ну, наверное, было, я не знаю. Ну, вот, насколько мне известно, это, Анатолий первый, кто работал в МВД, в этом, в суде, и заявился я живым. Ну, что ты молчишь? Ты, Пав, говори. Ну, я слушаю. Я уже боюсь сюда стоять, потому что сейчас окажется. Не надо бояться. А? Не надо бояться. Не, ну, я паузу выдерживаю, вроде как, по этикету, потому что я, как бы, вроде стараюсь, чтобы всегда выслушать. Просто связь здесь такая, и, ну, как бы, чуть-чуть не совсем это понятно, когда заканчивается речь, когда они заканчиваются. Не, ну, да, Анатолий, он, как бы, ну, молодец, он и психушку он там тоже, как бы, достойно все это. Ну, у нас вот группа есть, вот Хабаровская, там, еще, вот, как бы, мы идем, как человек с гражданством СССР. У нас офигевиты там прописаны, между нами и Богом нет посредников, все так же суверентом, там, ну, все это прописано. Но вот нас смущает то, что человек с гражданством СССР. Ну, вот сейчас начинаем это, как бы, разбирать, и вот что-то нам здесь как-то вот не нравится, вот это выражение. Ну, а зачем вы сами себя ограждаете в правах и свободах на определенной территории? Не, ну, смотри, получается, когда закончилась Великая Отечественная война, да, как бы, было объявлено мировым сообществом, что, как бы, вернулись с войны, мертвые не могли победить в войне. То есть, победили, как живые, правильно? То есть, мы же были граждане, верно или не так? Ты разберись, что такое гражданин? Ну, огражденных правах и свободах на определенной территории. Ну, а зачем ты сам себя ограничиваешь определенной территорией в правах и свободах? Не, ну, то, что я, как бы, родился на этой территории, может быть, вот это имеется или нет? Ты родился во Вселенной. Почему ты себя гражданином Вселенной не заявляешь? Ну, в принципе, тоже правильно. Ты родился в определенном городе. Почему ты себя гражданином города не называешь? Ну, вот тоже думаю, вот, значит, мы неправильно. Что ты делаешь, что вы говорите и не думаете? Да, мы начали вот это все движение, ну, не то, что движение, начали вот это все дело делать, да, и в итоге сейчас начали понимать, что, оказывается, каждое слово, оно имеет определенный код, значение, вот надо понимать, разбирать. Оказывается, человек – это не просто человек, оказывается, это, как я уже сказал, субстанция, да, там, это просто произвольное. Один понимает, человек – это одно, да, по-человечески поступает или не по-человечески поступает. Ну, то есть для всех разные понятия, что такое человек. Поэтому я не думал, я, оказывается, думал, человек – это высшая ценность, как у нас написано, да? Оказывается, человек – это, оказывается, не самое высшее. Выше, получается, это мужчина либо женщина, живые. Мужчина и женщина, они не выше и не ниже, они вне законов. Нет, они вне законов, ну, по этим реестрам, да, если взять, то это, я так понимаю, самая высшая идет стадия, ну, статут у них. Ну, когда рождается ребенок, да, им присваивается статус, да, мальчик-девочка, потом, когда получает совершеннолетие, там, 13-15 лет, да, полувозрение, да? То есть они становятся… Да, подожди, не присваивается никакой статус. Ну, не статус, как это слово называется, правильно? Смешится, действительность. Родился мальчик, значит, мальчик. Родилась девочка, значит, девочка. Ты же не будешь, ты же не приходишь в лес и не говоришь с елкой. О, елка, приветствую тебя, ты вот только что народилась, я тебе присваиваю статус елки. Ну, да. Елка, она и есть елка. Ну, я думаю, в реестрах это проходит все равно. По их реестрам, не знаю, по морскому праву или по какому праву, вот это все проходит. Возможно. Может, неправильно думаем, конечно, не знаю. Я тебе советую не спешить с получением паспорта, потому что ты еще не созрел. Вот когда ты изучишь вексельное право, когда ты осознаешь, что такое человек, гражданин, что такое мужчина, что такое вексельное право, что такое без оборота на меня, без акцепта, индосаммитная надпись, по лонж, и т.д. и т.п. Вот тогда ты созреешь, а сейчас ты не готов. Так, а где информацию получить? Вот, допустим, по морскому праву, вот еще не могу найти, чтобы почитать именно, как вот этот все процесс происходит. ЮЦ. Что? ЮЦ. Торговому кодексу? Да. Он есть в переводе на русский язык, да? Да, е-мое, ты что, не умеешь поисковиком пользоваться? Вбивай на ютубе, в гугле, в яндексе, морское право, ютс, единый, как там, не единый, а етк, короче, торговый этот кодекс. Ага. Не, ну не знал, серьезно. Еще момент такой, это не слышал, вот такое выражение, как мужчина, там, ну точнее, девочка, девушка, женщина, да? Вот. У меня жена ее закусила, что ее называют, допустим, ну, образно, женщины называют, это для нее оскорбительно, нету девушки такого понятия? Есть. Есть такое? Что оно означает тогда? Есть, сначала называют девочкой, потом девушкой, а потом женщиной, а, нет, потом бабой, а потом женщиной. Ну, это по каким годам, получается, идет? Это не по годам, это по поведению. Ну, а девушка тогда что, кто это? Давай сначала девочка. Ну, девочка, понятно. Ну, дев, понятно, да, женский пол, это дева. А вот что такое очка, девочка? Ну, это надо разбирать. Ну, так разбирай. Ну, это по буквице надо, получается? По смыслу, как слышится. Ну, где это дело, ну, значит, девственница, я так понимаю. Во, это, наверное, может, не знаю. Ну, девственница тоже от слова дев. Дев, я тебе сказал, это женский пол, грубо говоря. А что такое очка? Очка, ну, несовершеннолетняя, может быть? Нет, разъясняю. Девочка смотрит глазами до, скольки там, до 10 примерно лет, до 7. И мальчики и девочки, они все смотрят, в основном информацию воспринимают глазами визуально. А когда девочка начинает слышать ушами, почему женщины любят ушами? Потому что у них со стороны зрения переключается, у них включаются механизмы слушать ушами, воспринимать информацию слушательному аппарату. А за слуховой аппарат отвечает что? Ну, уши. Ну? Так почему девочка становится девушкой? А, потому что у нее утип ушки это? Она через уши начинает принимать информацию. Угу. Сто раз услышит лучше, чем увидит, да? Да. А у мужчины такое не происходит. Мужчины в основном визуалы, они визуально воспринимают информацию. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Угу. Понятно. Так. Девочка, девушка, потом баба и потом женщина, да? Угу. Так, ладно, понял, так и все это почитаю. Что-то еще хотел спросить. Ладно, не буду отвлекать, потом если, ну как бы... А ватсап есть, да, вообще у тебя? Есть, есть. То есть, если что, на ватсап можно будет написать, да? Да, только я сейчас занят, ближайшие 10 дней у меня тут... Ну, я понял, не этот... Все, там благодарствую, да. Это, подожди, разговор могу разместить для всех? Да, можно. Ага, все, благодарствую. До связи. Давай, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok